МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все заметные темы и новости четверга в программе «Наше время». Я Ирина Шмидт. Здравствуйте. За смуглый цвет кожи предложил сжигать на костре в Оренбурге. За экстремистские стихи будут судить молодого поэта. Рекламный ход, от которого оренбуржцы вздрогнули. Они положили головы свои, умерли, и тут вдруг такое кощунство. Чтобы завлечь в питейное заведение, его хозяева использовали плакаты времен гражданской войны. Кто среагировал на призыв? И они в точности копируют размеры и форму ребенка, когда он еще в утробе. Отговаривать женщин прерывать беременность теперь будут с помощью моделей человеческих эмбрионов. Очередной грандиозный дорожный ремонт. Вслед за проспектом Победы в Оренбурге взялись за участок, который в народе называют пьяной дорогой. Речь об улице Совхозной. Это главная артерия, которая соединяет мертвый город с центром. В рейтинге самых плохих она давно чуть ли не на первом месте. Разве это дорога? Это, поскольку я знаю, это уже 5-6 лет строили и до сих пор невозможно. Короче, каждый раз ломаемся. Ямы, лужи, вот это все, конечно, надо устранять, убирать. Сегодня место для будущей магистрали начали расчищать рабочие. Они пилят деревья и убирают мусор. Отмечу, что колею решено не трогать. Новую дорогу построят рядом. Она будет трехполосной, протяженностью почти километр. Ее оборудуют ливневками, тротуарами и освещением. Бюджету Оренбурга строительство обойдется в 180 миллионов рублей. Завершить его планируют к октябрю следующего года. Автомобилистов предупреждают, что на время работ движение по улице Совхозной будет ограничено. За творчество под суд. 20-летнему поэту из Оренбурга грозит колония за разжигание национальной розни. В своих стихах он превозносил славяна, а всех, чья кожа смуглее, предлагал сжигать на костре. Расследование уголовного дела уже завершено. Теперь решение за служителями Фемиды. Чем опасны такие стихи и призывы? И вообще, откуда такая не любовь? О практике обыкновенного расизма Елена Кузнецова и Станислав Доминов. Говорят, эта история началась с сердечной драмы. Русский юноша полюбил девушку, а она предпочла ему знойного азиата. То ли обиды на бывшую пассию соперника, то ли просто собственные комплексы. В общем, что-то пробудило в 20-летнем Оренбурге поэтический талант. Строчки перекочевали в интернет, а оттуда в материалы уголовного дела получилось по-настоящему криминальное чтиво – националистический призыв. В своем стихотворении, давая негативную оценку лицам неславянской национальности, он предлагал сжигать этих людей на костре. Также он излагал в ненормативной лексике свое отношение к этим людям. Теперь юному пииту грозит до двух лет колонии. Он не хочет публичности, но на наши вопросы ответил в интернете. Сейчас говорит, не разделяет людей по национальности и разжигать ничего не хотел. То ли раскаялся, то ли напугался. Когда писал и выкладывал этот стих, я даже догадываться не мог, что будут такие последствия. Боюсь. А как вы думаете, судимость отражается на жизни людей или нет? При условии, что я закончил учебу с красным дипломом. Впрочем, правоохранители боятся куда больше, чем молодой поэт. Сайты, социальные сети, открытые группы – все регулярно мониторят специалисты. Ежегодно выявляют с десяток пламенных речей и огнеопасных призывов. Призывов, которые могут выйти из виртуального в реальный город. Многие материалы, которые размещают в сети интернет, определенными слоями населения воспринимаются как реальность, как действительность, что способствует, подталкивает данных лиц к совершению преступлений или правонарушений на почве национальности, расы, религиозной ненависти. Эту парочка как раз из тех, кто перешел от слов к делу. В прошлом году прямо посреди улицы они напали на узбекского гастарбайтера. Начали ее дразнить. Чурка, зачем ты пришла на свое место? Почему не сидишь? Тебе что надо? Наросил. Ножом ударил. После этого второй. Он хотел сбежать, но ее поймали. Опять два раза ножом ударили. И еще избили. После этого. И оставили на улице ее умирать. Несчастный рабочий много недель провел на больничной койке. Только чудом врачи спасли его жизнь. А парочка юных националистов так и не раскаялась. На суде они смеялись, матерились и оскорбляли свою жертву. Абдула руководитель узбекской диаспоры. Он говорит по-русски с сильным акцентом, но его дед оборонял Брестскую крепость. Был ранен в войне с фашистами. А от этого Абдуле еще больнее. Встречать национализм, пусть не в родной, но в братской стране. Междунациональные согласия нелегко достается. Но их не сохранят. Но надо еще приумножать. А междунациональные вот такие вещи нет. Надеюсь, не надо. Елена Кузнецова, Станислав Доминов. Наше время. Другим темам. Медицина идет на поправку. Об этом сегодня говорили в Доме Советов на заседании по реализации национальных проектов. В здравоохранение вкладывают огромные деньги. В этом году порядка 2 миллиардов рублей. Идет обновление оборудования, ремонт и строительство новых больниц. Есть положительные моменты. Демография теперь со знаком плюс. И не от того, что рожать стали больше, а от того, что меньше умирают. Снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. А вот туберкулез и онкология пока не поддаются. Сегодня закуплены маммографы. Портативные на шасси, которые пойдут в самые отдаленные уголки. Потому что сегодня рак молочной железы стоит на первом месте среди раков у женщин. Мы видим в этом абсолютную помощь. Потому что до сих пор на территории Оренбургской области был только один передвижной маммограф в Переволодске. Теперь у нас будет на востоке и в центральной зоне работать в постоянном режиме. По-прежнему не хватает врачей. Особенно в сельских больницах не везде решены организационные вопросы. О проблемах губернатор говорил больше, чем о достижениях. В сфере здравоохранения еще много проблем, требующих комплексного решения. Немало учреждений здравоохранения нуждаются в кардинальном повышении уровня работы. Острыми остаются вопросы организации первичной медицинской помощи, профилактики заболеваний, обеспечения доступности всех категорий населения в качественном амбулаторном медицинском обслуживании. Словом, если говорить языком врачей, кризис в здравоохранении преодолен. Но до полного выздоровления отрасли им еще очень далеко. Еще из новостей четверга. В Оренбурге может появиться служба, которая займется социальным устройством бывших заключенных. О проблеме адаптации таких людей сегодня говорили на Совете приуполномоченном по правам человека в Оренбургской области. Чаще всего, оказавшись на свободе, идти бывшему заключенному некуда. У него нет семьи, нет жилья, работы. А потому вероятность повторного преступления велика. Тема актуальная, проблемная. Вообще, защита прав граждан, находящихся в местах изоляции, местах лишения свободы, это один из приоритетов нашей деятельности. Деятельности уполномоченного по правам человека и его аппарата. Поскольку проблем достаточно много и в период отбытия наказания, и, наверное, не меньше, если не больше их возникает при отбытии срока наказания, освобождении, выходе на волю осужденных. Программа адаптации заключенных есть, но, похоже, работает она не совсем эффективно. Потому на Совете приняли решение рекомендовать правительству области создать единую службу, которая займется социальным устройством бывших заключенных. Нужно создавать центры, где они смогли бы жить хотя бы первое время, пока они восстановят документы и не найдут работу. Прежде всего, надо, чтобы были рабочие места, чтобы человек вышел и имел какой-то гарантированный заработок. А все остальное к этому приложится. Если он будет работать, то найдет средства для проживания, уже не пойдет воровать. Когда вместо зазывал и в пивнушке солдат Красной Армии, оренбуржцы возмущены рекламной кампанией бара «Два товарища». Он находится на улице Ноябрьской. Чтобы прохожие обратили внимание на заведение, его создатели активно используют плакаты времен гражданской войны. Только вот призы выменяют на предложение принять на грудь и заложить за воротник. Пивная находится прямо напротив школы, и каждый день мимо нее проходят сотни детей. Два дерзких товарища уже заинтересовали сотрудников антимонопольной службы, прокуратуры и полиции. Чем обернутся смелые слоганы их автором, выясняла Екатерина Киселева. Этот агитационный плакат художник Дмитрий Моур написал в 1920 году во время Гражданской войны. На нем красноармеец призывает граждан пополнять ряды добровольцев. С момента его создания прошло 93 года, а образ этот по-прежнему знаком всем и каждому. Только призывы под ним значатся совсем иные. На улице Ноябрьской, к примеру, знакомый силуэт ненавязчиво призывает прохожих заглянуть в пивнушку. Владельцы бара «Два товарища» скреативили и вложили в уста красноармейцев фразу «А ты будешь третьим?» От такого вольного обращения с историей пенсионеры вздрогнули. Это наши деды красноармейцы. Я уже пожилаю, мне 70 лет. Они положили головы свои, умерли, и тут вдруг такое кощунство. Прямо напротив дерзких товарищей гимназия номер три. Историю гражданской войны пятиклассники пока не знают, но вот читают уже бегло. Ты будешь третьим. Для чего здесь солдат с красной звездой и флагом эти мальчишки поняли сразу. Он рекламирует алкоголь и то, что он призывает выпить людей. На призыв среагировали сотрудники антимонопольной службы, полиции и прокуратуры. Сегодня специалисты решили лично познакомиться с авторами лозунга. Владельцы завезения, правда, навстречу не явились. А в телефонном разговоре признались нам, что обидеть никого не хотели. Напротив, полагали, что вышло весьма патриотично. Думали, что просто как креативно получится. Как бы два товарища, то есть патриотично получается. Вот это даже не великая отечественная война. То есть забытое прошлое, не знаю, то, что в коммунистическом стиле, что два товарища. Но такой псевдопатриотизм обернулся возбуждением дела об административном правонарушении. Содержание плаката специалисты ФАС сочли непристойным и оскорбительным. Это определенная история, которую деформировать таким образом с призывами иного характера нельзя. То есть это оскорбляет определенный круг лиц. Штрафы за размещение указанной рекламы составляют на индивидуальных предпринимателей от 4 до 20 тысяч. Впрочем, с порога стало понятно, что тучи сгустились не только над вывеской, которую в добровольном или принудительном порядке придется демонтировать, но и над самими двумя товарищами. Слишком уж тесно они соседствуют со школой. От ступеньки бара до ограждения 10 метров. Это вместо положенных 100. Оказалось, владельцы пивной плохо знают не только историю, но и современные законы. Так что питейным заведением теперь всерьез займутся сразу несколько ведомств. И появится ли у двух товарищей третий – большой вопрос. Интерина Киселева, Станислав Даминов. Наше время. В сырости и плесени в таких условиях не первый год живут обитатели дома 1-2 по улице Конституции. Особенно не сладко тем, чьи квартиры на первом этаже. От постоянной влажности прогнили полы, но сейчас люди больше беспокоятся за собственное здоровье. У четверых маленьких детей обнаружили признаки туберкулеза. Кого жильцы винят в своих бедах, знает Екатерина Тихоненко. Делали только год назад вот этот ремонт. Это все у нас сгнило. Проблемы снизу. Жильцы бывшей коммуналки годами терпят смрад и сырость. Полы, стены и потолки мокрые постоянно. Плесень украсила буквально все квартиры. Сырость идет, вот она вот. Вот прям вот сырость идет отсюда, вот снизу, с подвала. За сухую и уютную жизнь в своем доме его обитатели борются больше 10 лет. Пока безрезультатно. Собирала подписи жильцов о состоянии подвала нашего, что у нас он стоял в воде, полностью в воде. И вода при том была горячая одно время. Полтора года стояла. Капитального ремонта, говорят жильцы, дом не видел более 30 лет. Стойкий запах в квартирах и подъездах далеко не самое большое неудобство. Многие родители сейчас всерьез обеспокоены здоровьем своих детей. У нескольких обнаружились признаки туберкулеза. И не только мои, вот и у соседей положительные, у всех практически мы в минном поле живем. Во всех бедах люди винят управляющую компанию «Западный-1». Деньги за коммуналку вроде платят исправно, а улучшения нет. От руководителя, по иронии судьбы, с фамилией Негодяев приходят одни отписки. У нас уже даже возникает такая мысль, что может быть Негодяев заключил договор с ритуальным агентством, чтобы заживо нас похоронить здесь, в этом же подвале. Ну, цель такая, наверное, что все-таки списываться будет за наш счет, сколько он списывает. Если он ступеньку, у которой стоит 3000 рублей, списывает за нее 30 тысяч. Такие большие траты коммунальщики объясняют возросшими ценами на рынке стройматериалов. На сторону, уверяют в управляющей компании, не уходит ни одна копейка. И даже предлагают жильцам поучаствовать в составлении сметы на капитальный ремонт. По текущему ремонту тоже тариф должен быть жильцами самими утверждаться, но с пониманием. И можно, конечно, принять тариф 20 копеек с метра квадратного. Но, извините меня, по нашим сегодняшним ценам, что можно сделать на 20 копеек в таком корабле? Жильцы, между тем, уже привыкли справляться самостоятельно. У кого есть возможность, перестилают полы, чаще делают ремонт. Кто-то старается продать квартиру и переехать. Однако, это не так просто. Адрес Конституции 1.2 известен всем, поэтому жилье в этом доме самое дешевое. Екатерина Тихоненко, Вадим Нечаев, Наше Время. О коммунальных и других проблемах всегда можно рассказать нашим корреспондентам. Звоните, они постараются разобраться и помочь. Телефон редакции 310462. Необычная посылка. В Оренбург прибыли 20 наборов моделей человеческих эмбрионов. Их заказали из США. Наглядные пособия возьмут на вооружение борцы с абортами. Первые комплекты уже отправили в женские консультации города. Инициатором профилактической акции стал Свято-Троицкий благотворительный фонд. Священники и медики таким образом рассчитывают отговорить женщин прерывать незапланированную беременность. Модели эмбрионов в точности копируют размеры и форму будущего человека на разных стадиях его развития. От 7 до 26 недели беременности. Они изготовлены из специального материала, имитирующего кожный покров. Наглядные пособия будут распространять среди медицинских и учебных заведений. Не секрет, что Россия сегодня занимает лидирующие позиции по числу абортов. А потому такой метод профилактики должен быть востребован. Главное воздействие на человека и на женщину, наверное, в первую очередь, да и на мужчину тоже, как ответственную сторону, это возможность просто увидеть, потрогать, ощутить ребенка, подержать в руках, дать людям прикоснуться к жизни, к жизни, которая внутри, внутриутробная, и понять, что это такой же человек, такой же ребенок, как и рожденный, и убивать его ни в коем случае нельзя. Областной театр «Кукол» поменялся площадками с кировскими артистами. В рамках гастролей по обмену оренбургский маленький зритель увидит сразу два новых спектакля. Кировский театр приехал в Оренбург впервые. С собой он привез постановки «Кот в сапогах» и «Ищи ветра в поле». Яркие сказки с неожиданными сюжетными поворотами уже успели собрать овации зрителей и награды на крупных театральных фестивалях. С комарошина «Ищи ветра в поле» – это любопытное продолжение всеми любимой сказки про курочку-рябу. А историю знаменитого «Кота в сапогах» кировские артисты и художники превратили в красочный мюзикл. Гастроли театра «Кукол» имени Афанасьева продлятся всего три дня в Оренбурге. Гости задержатся до 15 сентября. Теперь о том, что интересного в мире спорта. В чешском Труднове сегодня стартует баскетбольный Мекроскап. В официальном турнире ФИБА принимают участие 8 команд, представляющих Россию, Польшу, Словакию, Германию и Чехию. За главный трофей поборется и Оренбургская надежда. В матче-открытии нашим девушкам будут противостоять баскетболистки словацкого клуба «Ружембирок». Нашим спортсменкам желаем победы. Ну а в курсе всех спортивных событий, как всегда, наш обозреватель Сергей Тыщенко. Это новости спорта на телеканале «Регион». Здравствуйте. 8 очков из 12 возможных. Медногорский Металлург возвращается с выезда по маршруту Нефтекамск-Ижевск. На старте чемпионата МХЛБ красно-белые, напомню, провели 4 гостевых поединков, трех из которых праздновали победы. Накануне медногорские хоккеисты дважды переграли со счетом 2-0 и 3-2 ижевскую сталь, а в конце прошлой недели поделили очки с Нефтеканским Батыром 3-4, 3-2. В турнирной таблице своей конференции Металлурги пока шестые. В активе красно-белых после четырех сыгранных матчей 8 очков. Лидирует на Востоке Челябинский Мечел, Училинский Горняк и Альметьевский Спутник, который, к слову, опережает медногорцев лишь на один балл. Белые Тигры, в отличие от Металлурга, радовать своих поклонников яркой игрой, пока не спешат. Накануне Оренбургцы потерпели в чемпионате молодежной хоккейной лиги уже четвертое поражение подряд, крупно уступив на своем льду сибирским снайперам. Вообще в этом сезоне Тигры пропускают непозволительно много. Шесть шайб Оренбургской молодежки отгрузили Мамонты Югры, по семь Тюменский Легион и Омские Ястребы. В матче с новосибирцами антирекорд был переписан еще раз. Снайперы передали Белым Тиграм 9 приветов, последние на это ответили лишь двумя шайбами в исполнении Александра Николишина. В итоге 2-9 оренбуржцы терпят очередное поражение и начинают подготовку к поездке в Екатеринбург, где уже в эту субботу сыграют с местным авто. И пока это все новости спорта. До встречи. Чем порадовать этой осенью наших деток? Конечно, новыми стильными туфлями, кроссовками и резиновыми сапожками, которые предлагает уже полюбившийся мамам и папам салон детской обуви на Карагандинской. В этом году к школьному сезону салон детской обуви предлагает множество новинок. Например, в таких очаровательных туфлях маленькие модницы будут выглядеть эффектно не только в школе, но и, например, на праздничном утреннике. Ну и, конечно, обувь для мальчиков, настоящих кавалеров. Ассортимент впечатляет. Остаться без такого великолепия просто непозволительно. Актуальны в новом сезоне яркие резиновые сапожки. Во время дождей ножки вашего чада будут всегда в тепле. И, что немаловажно, прекрасное настроение в хмурую погоду обеспечено. Что касается цен, то они весьма демократичны. Также обратите внимание на акцию на вторую и последующие пары. Скидка 10%. Хотите этой осенью баловать своих юных принцев и принцесс? Приходите в салон детской обуви на Карагандинской и радуйте любимых. Не секрет, что многие оренбушцы покупают мебель в Мебельграде. Сегодня Мебельград – это тысячи квадратных метров мебельных улиц и площадей. В Мебельграде представлены все группы мебельных брендов. Причем основное условие работы для мебельных фабрик – цена на мебель. В Мебельграде должна быть гарантированно ниже, чем в других мебельных центрах. Мебельград представляет для производителей мебели скидку до 30% на аренду торговых площадей в ответ на гарантию самой низкой цены на мебель для покупателей Мебельграда. К примеру, стенка фабрики «Стайлинг» в Мебельграде на 20% дешевле, чем на сайте самого производителя. И это не единичный случай. Согласитесь, обидно купив мебель, узнать, что в Мебельграде можно было купить дешевле. Поэтому, чтобы получить от покупки мебели только радость, приходите в Мебельград. Ведь недаром говорят – мебельных много, а Мебельград один. Новый дилерский автосалон «Лада» расположился на Нежинском шоссе. Представлены все модели линейки Тольяттинского автозавода. «Нива 4х4», «Лада Самара», «Лада Ларгус», «Лада Приора», «Лада Гранта» и «Лада Калина». Действует программа государственного финансирования в помощь тем, кто хочет приобрести новый отечественный автомобиль. Автоваз совместно с банками и партнерами предлагает программу кредитования «Лада Финанс», благодаря которой можно приобрести автомобиль со скидкой. Также у нас стартовала в июле государственная программа кредитования, благодаря которой также можно приобрести по сниженным ставкам от 9% годовых. Своей гордостью сейчас Автоваз считает новую «Лада Калина» с автоматической коробкой передач. У этого автомобиля найдется свой любитель и среди молодежи, и среди семейных, так как машина вместительная. В честь открытия дилерского автосалона «Лада» действуют специальные предложения. На все модели скидки до конца сентября. У нас имеется спецпредложение на такие автомобили, как «Калина-2» с автоматической трансмиссией. Выгода составляет 36 тысяч рублей. На автомобиле «Лада Самара» скидка составляет 25 тысяч рублей. И на автомобиле «Лада 4х4» с выгодой 30 тысяч рублей. Открытие нового автосалона «Жигули», который является официальным дилером «Лада» в Оренбурге, пройдет чуть позже. Также вскоре начнет свою работу большая зона сервисного обслуживания. Ремонтная зона оснащена самым современным оборудованием, специальными инструментами и оснасткой. Сейчас информация от городских электрических сетей. В пятницу, 13 сентября, жители некоторых районов Оренбурга останутся без электроэнергии. Причина – ремонтные работы. Перебой со светом, возможный в пригороде. Название улиц, где будет отсутствовать электричество, на ваших экранах. Уточнить их можно по телефону 56 83 38 или 98 48 48. Итоги недели в воскресенье подведет Юлия Гафарова. Ну а я прощаюсь и удачи вам завтра в пятницу 13-го.